Добрый вечер! Это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плеев. Главной выпуске. В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов», в котором по приглашению Ростика Хугаева приняли участие общественные деятели республики. Терроризм как фактор международного напряжения. Быть на чеку призвали крымских школьников во время тематического внеклассного занятия. Минстрой Республики в конце осени продолжит программу по замене электросчетчиков. На новые измерительные приборы заменят 726 устаревших. Юго-Осетинская делегация, представленная общественными деятелями и представителями национальной культуры, приняла участие в Самарском этнофестивале «Наследие народов». Визит делегации в Самару состоялся по приглашению одного из основателей Самарской областной общественной организации «Осетин» Национальный культурный центр «Алания» Ростислава Хугаева. По приглашению председателя Совета региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислава Хугаева, представители общественности и деятели культуры Южной Осетии, приняли участие в масштабном этнофестивале «Наследие народов». Мероприятие прошло в преддверии Дня дружбы народов Самарской области. Было приурочено к празднованию 437-летия города. Легендарный человек, очень авторитет на Самарской земле, на Волжской земле, Ростислав Ростислав Хугаев. По его личному приглашению мы приехали сюда небольшим творческим коллективом на праздник. Праздник назывался День дружбы народов Самарской области. Сказать, что это был праздник, это мало. Это был большой национальный праздник, большой интернациональный праздник народов, которые проживают на славной Волжской земле. Здесь проживает порядка 150 национальностей. И мы приняли в этом участие от имени Осетии, от имени Южной Осетии. Приятно, очень приятно. Осетины здесь на очень хорошем уровне, с уважением к ним относятся. Место проведения фестиваля – уникальный архитектурный объект этнопарк дружбы народов в Куйбышевском районе Самары. Каждый посетитель здесь имеет возможность знакомства с национальными подворьями, традициями и обычаями народов, населяющих самарскую землю. А на тематических площадках проходят викторины и мастер-классы. Гастей города и участников фестиваля в знаменательный день приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Не случайно, что сегодня этот день отмечается и в день города Самары, столицы нашего региона. Потому что все, что создано на самарской земле, создано руками людей разных народов и национальностей. По оценкам специалистов, 157 народностей представлено на самарской земле. И испокон веков в мире и согласии. В дружбе живут люди на нашей самарской земле. Это главное достояние нашей земли. Ростислав Хугаев, в свою очередь, выразил губернатору благодарность за создание условий для работы, учебы, жизни, творчества и отдыха на самарской земле. Я благодарен всем руководителям национально-культурных объединений, всем членам национально-культурных объединений, которые все делают для того, чтобы они не забыли свой язык, культуру. А самое главное, все руководители национально-культурных объединений работают над тем, чтобы действительно у нас была дружба между народами в Самарской области. У нас это получается. От всей души хочу поблагодарить Союз народов Самарской области, всех участников этого великого союза, лично Ростислава Хугаева, за то, что у нас есть где собраться в такой день. За этот прекрасный парк дружбы народов. Без участия этих людей, без участия Ростислава Хугаева, это не было бы возможно. Спасибо вам. Это действительно свидетельство дружбы, взаимопомощи, взаимовыручки, потому что все, что здесь создано, создано людьми, живущим на Самарской земле. Разных народов, но объединенных одной идеей – жить в мире и благополучии. Жители города и гости от на фестивале также познакомились с культурой и традициями осетинского и других народов, населяющих Самарскую землю. Абе мана фуаза гестам, воросе захма, самара мана, аммаджи, вонам барак бун, самара барак бун, амбалжина барак бун. Аммаджи, ювел, дистаг дар, хуи, с ама, манаши бенатистам, Этна Парк, хуяне, хуяне, хууш Этна Парк, сараста, немза, хуна. Отметим, что приезд осетинской делегации осетины, проживающие в Самаре, как всегда, встретили с большим удовлетворением. Абон у Штырбарак бун, самара, и манану тунгах шыжгун, и гиртасов и руштонэй нам кайшшути. Абон у Штырбарак бун, самара, и манану тунгах шыжгун, и гиртасов и руштонэй нам кайшшути. Каждый год мы тут встречаемся, у вас всегда весело. Сегодня к нам приехали гости с Южной Осетии. Спасибо всем вам, всем, кто принял участие в нашем сегодняшнем празднике. Далее в программе «Этнодиктант», позволившим участникам проверить и закрепить свои познания в истории этносов. Площадка молодежный «Этнодвиж» предложила интеллектуальную командную игру «Волга. Этновикторина». Самодеятельные молодежные коллективы и сольные исполнители представили фольклорную песенную культуру народов мира в современной аранжировке в рамках творческой программы «Этноголос». Южную Осетию на фестивале представил заслуженный артист республики Игорь Тасоев с песней «Осетинка». Фестиваль, как отмечают участники, способствует сближению народов и плодотворной культурной коммуникации. Отметим, что большой вклад в укрепление межнационального сотрудничества мира и согласия вносит региональная общественная организация «Союз народов Самарской области», с 2014 года возглавляемая Ростиком Хугаевым, одним из основателей Самарской областной общественной организации «Осетин» – Национальный культурный центр «Алания». Терроризм, как крайняя форма проявления экстремизма, самый агрессивный гибельный фактор международной напряженности. На тематическом внеклассном занятии, прошедшем в одной из школ Крыма, школьников призвали к предельной внимательности и устойчивости перед угрозой внедрения в международные террористические организации. Серьезность угрозы школьникам продемонстрировали в хронологии бесланской трагедии 2004-го. Агунда Губозова продолжит. В Петровской школе номер один в Крыму обсудили тему экстремизма и терроризма. Депутат Крымского госсовета Оксана Сацик раскрыла старшеклассникам тему устойчивости и безопасности от вербовщиков международных террористических организаций. Учащихся ознакомили с историей возникновения терроризма, рассказав им и о терактах последних десятилетий. Школьникам показали документальный фильм «Город ангелов», в которых изложена хронология трагических событий 2004-го года в Беслане. Тогда, в результате террористического акта в школе номер один погибли сотни взрослых и детей. И втоптанная мязь цветы, маленькие детали, сбившиеся на полу, круглосуточное напряженное ожидание. История человечества исключает аналогии этой страшной бойни за считанные часы, забравшей детские жизни. Видеокадры, запечатлившие причиненный детям вред. Их сегодняшние сверстники смотрели со слезами на глазах. Терроризм не имеет национальности, прозвучало во время классного часа. Он порождает насилие и влечет за собой смерть, невзирая на принадлежность к той или иной нации. В пример приведены события Отечественной войны Южной Осетии на протяжении десятилетий. Фрагменты документальных фильмов о событиях тех лет сопровождались искренним сочувствием и сопереживанием в глазах наблюдающих школьников. История нашей победы детей впечатлила и после просмотра они делились своими эмоциями. И вся война визита терроризма, это, конечно, ужасное время. Я, когда смотрела это, у меня какая-то были смешанные эмоции. Я одновременно рада за то, что Южная Осетия наконец-то стала независимой. Ярость противников, которые терроризировали мирный народ. В общем, я могу сказать, что этот фильм действительно произвел на меня сильное впечатление. И я буду думать о нем не один год. Мы сегодня посмотрели фильм о тяжелых событиях, которые произошли в Осетии. Он оказал у меня очень сильное впечатление. Я считаю, что его должен быть смотреть каждый, так как важно знать о том, что произошло. Ведь, как было сказано, это как второе событие в Ленинграде. Фильм был очень тяжелым для меня, потому что я не понимаю тех людей, которые готовы уничтожать мирное население, лишь подстрелиться в эту жизнь. Таким образом, учащиеся Петровской школы ознакомились и с историей возникновения независимой суверенной республики Южная Осетия. А также с тем, каких усилий это стоило и какие невосполнимые жертвы, пришлось претерпеть народу республики до обретения права на самоопределение. Если честно, я погрузилась полностью сама в те события. Переживала тем детям, тем старикам, которые пережили тяжелые годы геноцида осетинского народа. Они выстояли. И благодаря помощи России, благодаря решительным действиям руководства нашей страны, Осетия стала независимой. Да, можно читать информацию, можно погружаться в тему, но когда ты видишь своими глазами, то ты заново это ощущаешь. И начинаешь рассуждать об этом, думать об этом, делать какие-то выводы. И я думаю, что дети сделали правильные выводы. Проведение таких мероприятий, особенно сегодня, в наше время является большей необходимостью. А террор и экстремизм человечеству удастся побороть лишь общими усилиями, отметила в завершении урока Оксана Сацик. Продолжается ремонт столичных дорог в соответствии с инвестпрограммой. Работы практически завершены на улице Мичурина и тупике улицы Сталина. График производства ремонтных работ, начатых в мае, здесь опережает условленные сроки. Проезжая часть дороги покрыта двумя слоями асфальтобетона. Завершены работы по благоустройству тротуаров, установлены опоры уличного освещения. По словам дорожников, к середине октября дороги, внесенные в программу этого года, будут сданы в эксплуатацию. Работы выполнены на 80%. Отметим, что до 2025-го, согласно программе, должно быть благоустроено 27 столичных улиц. Продолжение следует... Минстрой Республики в конце осени продолжит программу по замене электросчетчика. На новые измерительные приборы заменят 726 устаревших. Счетчики, заказанные по утверждению министерства, будут доставлены в Республику через два месяца. Репортаж Алены Оттаевой. В рамках реализации инвест-программы Минстрой Республики приступит к замене электросчетчиков на современные измерители. Ведомством для этого закоплено 726 регистрирующих приборов. По словам главы Минстроя Константина Элзарова, установка новых счетчиков позволит предотвратить возможности хищения электроэнергии и облегчит работу контролёра. Данные о расходовании электроэнергии со счетчиков будут автоматически пересылаться на серверы системного подразделения электроснабжения ГУП «Энергоресурс». Ранее для учёта показаний счетчиков приходилось осуществлять подомовой обход. В этот год будут устанавливаться счетчики в основном на организации. Это не частные лица будут, это именно юридические лица, по которым будут устанавливаться счетчики. Установкой электрических счетчиков занимается ГУП «Энергоресурс». В конце прошлого года энергетики заменили счетчики в микрорайоне Шанхай и в селе Куча-Барцхимвальского района. Работа по замене счетчиков будет продолжена и в следующем году. Это новшество, это автоматизация, она применяется в Южной Осетии только второй год. В Абхазии у наших коллег она тоже применяется всего два года. В России это уже несколько лет применяется и хорошо себя зарекомендовало. В связи с чем было решено внедрить эту систему и в Южной Осетии тоже. Авансирование по данному направлению еще не произведено. Оно в ближайшие дни будет. Сейчас оформлен заказ и мы ожидаем от поставщика информацию о том, что заказ готов. И к тому времени мы сможем профинансировать, проавансировать подрядчика, выполняющего эти работы. И будет проплачен первый этап этих работ. К установке новых измерителей расходования электроэнергии приступят через два месяца. Именно тогда заказ Минструя будет доставлен в республику. Алена Уттаева, Альдина Чихоева, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня. Очередные успешные гастроли труппы Госдрамтеатра имени Коста Хитагурова прошли в Северной Осетии в Моздоке. С комедийной постановкой «Самоубийца». Яна Плеева об очередном успехе деятелей Юго-Осетинского храма Мельпомены. Госдрамтеатр Южной Осетии в рамках гастрольного тура отыграл на моздокской сцене комедийный спектакль «Самоубийца». Русскоязычная пьеса поставлена молодым режиссером Николаем Размаховым. Пока спектакль остался 8 сентября в Большом зале районного дворца культуры по инициативе северостинской стороны в рамках проекта Союза театральных деятелей России. Я бы хотела сегодня поблагодарить всех, кто принял участие в этом большом празднике. Для нас это большой праздник, действительно, потому что впервые наши друзья Юго-Осетинский, я считаю, один из лучших театров в России, приехал в город Моздок. Для нас это большое событие. И огромное вам спасибо, дорогие наши зрители. Мы часто бываем в Моздоке, и мы вас любим, и мы всегда так отзывчивы. И спасибо, что вы и сегодня поддержали наш один из серьезнейших коллективов. На моздокской сцене черная комедия заиграла новыми яркими красками. «Самаубица» эмоционально сильное и насыщенное произведение Николая Эрдмана максимально отражает современные реалии. Спектакль как попытка поддержки и укрепления духа человека посредством юмора, вне зависимости от переживаемых им обстоятельств. «Ну давайте, 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 познакомьтесь со мной. Клеопатра Максимовна. Ну, вы меня можете звать? Просто Камочка». Зритель отметил стильную актерскую игру труппы Госдрамтеатра и впечатляющую сюжетную линию постановки, встретив пока спектакля с большим воодушевлением. «Очень нравится спектакль, замечательная игра актеров, просто восхитительная. Хотелось бы почаще видеть их и подобные спектакли, чтобы почаще проходили в нашем доме культуры». Этим летом в рамках проекта «Большие гастроли» спектакль уже был показан в Тамбове и Воронеже, не оставив равнодушным российских театралов. Яна Плиева, Вера Цхавребова, информационный выпуск «Сегодня». Пришло время узнать прогноз погоды на завтра. По республике ясно и без осадков. В Знаурском районе днём 20, ночью 9 градусов тепла. В Завском районе днём плюс 18, ночью плюс 9. В городе Квайса днём плюс 14, ночью плюс 4. В Ренегорском районе днём 21, ночью 6 градусов тепла. В Цхенвале днём 20 градусов тепла, ночью 9. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова